Почему кошка трясут хвостом как будто метит? Опытные заводчики кошек не упускают из виду любые повадки своих питомцев. Некоторые кошатники задаются вопросом, почему же их любимец мотает хвостиком. Данное поведение может растолковываться по-разному в зависимости от условий, в которых находится кот. Но почему в движениях подобного рода задействован хвост? Дело в том, что хвостик – это подвижный орган, с помощью которого кошки выражают свои чувства и эмоции. Как коты общаются с помощью хвоста? В кошачьем обществе хвост просто незаменим. С помощью этой части тела коты могут выразить свое отношение друг к другу, при этом не произнося они звука. Серьезный кот – кот дергает хвостом, и он поднят трубу, и так кот выражает гордость за себя и свою внешность. Кот чувствует себя уверенно в кругу присутствующих. Или же питомец очень рад долгожданной встрече с хозяевами. К сведению, проявляя уверенность в себе, кошки могут лизаться на виду незнакомых животных и людей. Шевелиться кончик хвоста из стороны в сторону так животное проявляет любопытство, живой интерес и некую опаску. Обычно так кошки ведут себя при знакомстве с новым жителем дома. Важно! В тот момент, когда кот взволнован, его легко напугать. Поэтому хозяевам необходимо быть осторожными, чтобы не привести любимца в испуг. Необходимо успокоить котенка, гладить его, почесывать. Если кошка испуганно смотрит по сторонам и трясет хвостом, который загнут крючком, то ее что-то или кто-то раздражает. Возможно, так киска сообщает хозяину или питомцу, что она не намерена играть или не в настроении общаться. Шерсть на хвосте взъярошена В данной ситуации кот готовится неожиданно напасть, поэтому хозяевам нужно быть бдительными. Возможно, таким образом кот оттачивает свои охотничьи навыки с помощью игры или же питомец сильно раздражен. Раздраженный кот Почему кошки трясут хвостом? Наблюдая за котом, заводчики задаются вопросом, почему у кошки появляются новые особенности в поведении. Трясется хвост. Чтобы дать точный ответ, нужно разобраться в деталях подобного явления. Беспокойный кот держит хвост в горизонтальном положении. Если у кота изредка дрожит хвост и он испуганно смотрит по сторонам, причем уши прижаты к голове, это свидетельствует о настороженности животного. Если в помещении есть предмет раздражения, то его следует убрать из поля зрения кота, иначе животное может впасть в панику, а дальнейший Исход действия испуганного животного непредсказуем. Обратите внимание, но в случае раскачки хвостика из стороны в сторону нужно быть готовым к внезапному нападению питомца, однако не всегда такое повеление любимца предвещает угрозу. Подобные повадки можно наблюдать во время игры с неживым предметом. Кошки, пародируя своих предков, атакуют свою игрушку. Кошечки, подобно человеку, могут выражать сомнения, когда им нужно сделать какой-либо выбор. Живя на протяжении нескольких тысяч лет бок о бок с людьми, потомки тигров стали перенимать некоторые повадки высшего существа. Находясь в раздумьях, человек может ритмично постукивать по столу пальцами, раскачивать ногой. Также кошка, которую поставили перед выбором, начинает непроизвольно дергать кончиком хвоста основание хвостика киска держит прямо. Причем в подобной ситуации задействован только хвост, то есть больше никаких особенностей в поведении кошки не наблюдается. Для прекращения вздрагиваний нужно просто помочь питомцу сделать выбор. Также кот подергивает хвостом, выражая чувство удовлетворенности. Когда котик спокоен, сыт, счастлив, он медленно поднимает кончик хвоста вверх-вниз. Также подобное поведение гласит об ответных чувствах на ласку хозяина, так представитель семейства кошачьих выражает благодарность. Человеку, причем кот мурлычетый, возможно, трется руки хозяина, ходит около владельца. Кроме того, дергая хвостом, кошка сообщает окружающим о том, что происходящее в помещении полностью ее удовлетворяет. Зачастую причина тряски хвоста – это заинтересованность. Движения хвостом осуществляются медленные в такт, но общий вид животного остается неизменным. Все внимание кота сосредоточено на одном предмете. Обычно так происходит после похода хозяина в магазин. В подобной ситуации предметом обследования кошки становится пакет с едой. Домашний любимец проявляя к чему-либо интерес, с опаской наблюдает, обнюхивает, тщательно разглядывает предмет, иногда увлеченный. Своим занятием мешает хозяину пройти. Обратите внимание, чтобы точно определить, почему у любимой кошки трясется хвост, необходимо быть внимательным к деталям, а именно к обстановке, в которой находится животное общему внешнему виду кота и окружению питомца в данный момент. Кошка трясет хвостом, какое у нее настроение. Как и у людей, у кошек существует язык тела, по которому можно определить душевное состояние животного. Так, хозяин, взглянув на кота, может понять, хочет ли кошка играть, или же питомца лучше оставить наедине. Если котик намерен поиграть с человеком, он выражает это с помощью легкого подергивания хвоста, направленного вертикально вверх. Если же во время игры кот начинает громко хлестать по полу хвостом, то следует все прекратить. Раздражение любимца легко определить по нервным подергиваниям хвоста в разные стороны. Иногда индикатором раздраженного состояния служит хвост поднятый вверх, при этом его кончик загнут крючком. Еще одна из причин тряски хвостом – это ощущение стресса, некоторого страха. Возможно, питомец испытывает болезненные ощущения. Если кошка чем-то обеспокоена, она обычно стучит по полу хвостом мелкой дробью, причем общий вид животного полон задумчивости. Чтобы исключить вероятность заболевания питомца, необходимо как можно скорее осмотреть животного и принять соответствующие меры. Если шерсть у кота на спине взъерошена, а хвост мельтешит из стороны в сторону, необходимо соблюдать аккуратность и быть внимательным. При общении с любимцем, так как животное может внезапно напасть. Другие варианты общения. Движения кошек настолько разнообразны, что каждое малейшее подергивание сообщает об изменившемся настроении. Если кот при виде своего хозяина резким движение поднимает хвост и стремглав бежит к нему навстречу – это хороший знак. Иногда подобным образом кошка выражает приветствие своему сородичу. Такой порыв радости может сопровождаться звонким и протяжным мурчанием и выгибанием спины. При оборачивании спиной к хозяину и одновременном поднятием хвоста кот выражает искреннее доверие и уважение к человеку. Обычно кошки очень осторожные и недоверчивы животные, поэтому, если заводчик увидел подобный жест от любимца, он заслужил определенного расположения кошки. Нередко можно наблюдать за котом, который горделиво шагает по улице, подняв хвост трубой. Такой жест можно расшифровать как сигнал доминирования над своими сородичами. Котик всем своим видом показывает, что он главный самец этих окрестностей. Важно, если же человек стал свидетелем того, что маленький хищник поднял хвост вверх и загнул его кончик, это значит, что кошачью личность беспокоить не стоит. Такое поведение у кота можно заметить во время приема пищи. Если шерсть у кота взъерошенная кожа съежилась, а хвост слегка приподнят над землей, то питомец готов к схватке с сородичем. Дело в том, что у котов своеобразные драки. Эти животные редко наносят друг другу физический урон, так как раны у представителей семейства кошачьих заживают очень медленно. Самцы становятся в устрашающей позе и начинают громко выть друг на друга. Тот, кто не выдержит морального давления соперника, тот и потерпел поражение. Драка котов виляния хвостиком взад-вперед, подобно шевелению гремучей змеи, означает, что кот сильно рассержен и озадачен. В подобной ситуации лучше оставить любимца наедине. Если кот бьет хвостом себя по бокам, сильно выгибая спину, необходимо быть бдительным, так как животное может в любой момент нанести атаку. Если кошка виляет хвостом в разные стороны, но при этом сохраняет свою невозмутимость, значит она контролирует ситуацию. Как только в помещении станет достаточно безопасно, питомец заснет и прекратит свои действия. Если у кота изредка дергается хвост мелкой дробью, находясь возле дерева куста или какого-либо другого объекта на улице или в помещении домик-квартире, то, скорее всего, животное метит свою территорию. Если владелец хочет избежать дальнейших случаев таких подергиваний, необходимо провести стерилизацию в ветеринарной клинике. К сведению, другой причиной постоянных подергиваний хвостиком является желание кота посетить туалет. Знания о причинах виляния хвостом помогают определить потребности кошки. Умение распознавать истинные намерения животного поможет наладить взаимосвязь с человеком.